друзья всем привет спасибо что в очередной раз заглянули на мой канал а меня зовут александр я являюсь автором и постоянным ведущим техно блога гаджеты обзора металлопояс в данном видео мы с вами поговорим о таких устройствах как вай фай усилители нужны они или не нужны в тех или иных случаях что ж раз после заставки канала погнали итак а начнем мы видео с распаковки одного из вай фай усилителей наверно одного из самых неплохих на данный момент а на экране в данный момент вы видите описание лота стоимость рублях долларах время за которые посылка до меня добралась добралась она до меня через яндекс маркет очень удобно у них заказывать потому что часто удается получить бесплатную доставку здесь вот у нас есть инструкция на этот вай фай усилитель вай фай усилитель у нас компании сяоми выглядит он у нас вот таким образом интересным в комплекте идет вот такой вот переходничок это означает что устройство у нас с вами китайская вилка и это наверное будет минусом как раз таки это устройство встречает нас инструкция в коробке в антистатическом пакете само устройство это все то есть только сам усилитель поэтому и цена такая очень бюджетная ничего здесь больше в комплекте нет распаковываем его смотрим так вот так оно у нас выглядит очень такое футуристичное любопытное если бы здесь еще была европейская вилка то это было бы все здорово но к сожалению в нашем случае это будет выглядеть вот таким образом и торчать в розетке то есть устройство нет ни блока питания внешнего все внутри никаких lan портов и интерфейсов единственное элемент управления это кнопочка reset в нижней части экрана для сброса настроек и вот здесь вот индикатор на передней части световой индикатор работает в нескольких у нас режимах если горит постоянно синий индикатор то это нормальная работа устройства если мы обнаруживаем мигающий синий индикатор это процесс обновления горит желтый это ожидание подключения и мигающий красный ошибка подключения либо по управление роутером производится через приложение me home и это и плюс для кого-то и для кого-то минус в процессе конфигурирования вам потребуется отсканировать qr-код и произвести настройку то есть указать какой wi-fi точки собственно говоря мы подключаемся каким паролем ну и выбрать некоторые немногочисленные режимы собственно говоря все если с устройством возникают какие-либо проблемы то в течение пяти секунд зажимаем кнопочку reset устройство сбрасывается до заводских настроек после этого можно конфигурировать заново сам усилитель сигнала берет вашу основную wi-fi сеть в ее название добавляет знак подчеркивания plus и соответственно вы получаете новую дополнительную точку усиленный сигнал в том месте где это вам необходимо далее обо всем в этом забываете и работаете посредством там ноутбуков смартфонов там где это вам необходимо с wi-fi сетью с высоким уровнем сигнала и устойчивым приемом обменом данными а теперь давайте поговорим нужен ли вам данные усилителя wi-fi сигнала конкретно вашем случае давайте рассмотрим случай с обычной какой-нибудь двух- или трехкомнатной квартирой то есть панельный например дом не очень большая площадь в большинстве случаев я считаю что данный усилитель в обычных квартирах не нужен почему потому что планировка наших квартир в общем то такова что правильным образом установив ваш основной wi-fi роутер вы запасом покроете всю площадь вашей квартиры никаких дополнительных усилителей вам не нужно в крайнем случае в каких-то удаленных точках вы можете подключиться посредством wi-fi 2.4 гигагерца соответственно вы не заметите те стены которые между вами и роутером вы будете беспроблемно работать да не на полной скорости роутера но будете работать то есть вам это устройство усилитель не нужно совершенно другой случай например загородный коттедж у вас например трехэтажный большой дом например wi-fi роутер установлен где-нибудь на первом этаже рабочий кабинет например находится на третьем этаже то есть перекрытие достаточно толстые затухание сигнала очень высокая вот в этом случае установив wi-fi усилитель например на втором этаже или в некоторых случаях на третьем вы действительно решите проблему с доступом в интернет из какого-нибудь удаленного рабочего кабинета в этом случае там он нужен там он пригодится также например в каких-то помещениях с очень большой площади но я не говорю конечно про промышленные какие-то здания например просто какой-нибудь склад у вас есть достаточно хороший роутер он покрывает основную часть всего склада но в какой-нибудь отдаленной коморке в отдаленном каком-нибудь кабинете кладовщика уровень сигнала недостаточно мощный опять-таки может пригодиться конкретно для данной задачи такое устройство во всех остальных случаях сельский дом деревянный там вообще затухание сигнала нет практически любая городская квартира не нужны думайте о том где правильно установить основной роутер как правило роутер устанавливается где-нибудь ближе к центру то есть чтобы покрывались все комнаты вашей квартиры тем самым вы убьете сразу же несколько зайцев и обеспечите покрытие всей квартиры и сэкономите деньги на покупке дополнительных устройств и на электроэнергии данного устройства сэкономите ну и соответственно чем меньше устройств тем меньше проблем там при скачках электроэнергии при каких-то зависаниях и прочих проблем вот такое мое мнение если вы со мной не согласны напишите обязательно в комментариях ваше мнение можем все обсудить на сим же мне разрешите видео заканчивать вас я благодарю за просмотр видео до конца в самом конце мне как всегда формальности моими спонсорами являются международной площадки aliexpress jerbest и banggood список лучших товаров как всегда в описании к видео естественно если вам видео понравилось не забываем поставить лайк кто не подписан на канал обязательно подписываемся нажимаем на колокольчик делимся с друзьями ссылками на канал и на видео все друзья всем устойчивого коннекта удачи пока